Книга Все думают обычно, что книга Она и в Африке книга Ну, в Африке-то, наверное, тоже какие-то свои узелковые или там кактусовые, бамбуковые способы изготовления Способы передачи знаний и историй существовали А вот в Японии, конечно, островное сознание, помноженное на китайский ум Привело к тому, что иероглифическая вот эта вот письменность японская совершенно по-своему понимала, как эти знания передавать Вовсе не обязательно в форме книги А если книга и началась, тут много споров в 18-м или в 19-м веке так и появился в Японии первый печатный станок Даже когда он появился до этого и после этого Японцы делали с книгами не совсем то, что мы Вот очень интересно отследить особенно И как они выкручивались, когда оказалось невозможно запихнуть в так называемую печатную машинку Панацею так называемую для всего Запада Японцев она не спасала Они наполовину выкручивались как могли А вообще-то самые ведущие писатели, которых мы знаем И Кензебуро, и Кобо Абе только в 70-е перешли на печатные На, собственно, то, что взамен печатных машинок пришло Вопро, слово процессоры, да, до тех пор они писали рукой Все, что мы знаменитое знаем в 20-м веке написано японцами, оно написано рукой Именно так принимали их работы в издательстве А что сейчас происходит, когда книга бумажная умирает И какие способы японцы предлагают и себе, и в перспективе миру Вот это очень интересно отследить, я думаю, и для нашего брата Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова